В эфире новости ОТС. Сегодня четверг, 6 августа. В студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Уже два года газовая труба в поселке служит не по назначению. У тех жителей, у которых труба проходит по двору, сушат на ней паласы и вешают цветочные горшки. А тем временем в сроке подачи газа все отодвигаются. Деньги заплачены, труба проведена, а газа так и нет. Жители Машковского района борются за голубое топливо. Мы любим свою баню, мы не хотим ее никому отдавать. Не хотим, чтобы за счет нас за последнее уже все наживался кто-то. Право на легкий пар. Жители Центрального округа Новосибирска вышли на пикет с требованием оставить в муниципальной собственности единственную на три района баню. Сегодня правительство, администрация Новосибирской области уделяет этому аспекту большое внимание. И серьезные финансы мы в это дело вкладываем. Новосибирская область вошла в пятерку лучших регионов страны по развитию адаптивной физической культуры и спорта. Новосибирск В Каргатском районе выпал град рекордных размеров. В зоне непогоды оказалось село Сумы. Особенно от стихии пострадали посевы пшеницы местного фермера. Масштаб нанесенного ущерба еще предстоит оценить. Подробности далее. Вот такой град на протяжении 10 минут падал на дома машины и огороды жителей села Сумы. Стихия прошла полосой, зацепив несколько улиц и полей. К счастью, люди не пострадали. А вот капуста, помидоры, огурцы и цветы испорчены. Окна домов разбиты. Автомобили, которые не успели загнать в гаражи, теперь в многочисленных вмятинах. Во-первых, проснулись от шума. Первое, что впечатление было – сильный шум. Тихий, конечно, но шум, неприятные ночью ощущения. Потом началось медленное падание вот этих камушков по железу. Стихий погубил и посевы пшеницы. Сергей Иванович, фермер, говорит, все произошло ночью за считанные минуты. И в полях масштаб катастрофы хорошо виден. Вот эти колоски, пожалуйста, что осталось. Теперь уже ничего не возьмем полностью. Вот оно все на низу лежит. Крах. Большая часть урожая – это около пяти сотен гектаров – уничтожено. Также начинающий фермер серьезно вложился в увеличение поголовья скота. Построил животноводческие помещения, реконструировал ангары. Надеется Сергей Иванович на помощь областных властей. На месте уже побывала специальная комиссия. Известно, что ущерб исчисляется миллионами рублей. Светлана Федорова, Алексей Гаврилов, Новости ОТС. К другим темам. На трассах Новосибирской области откроют больше 20 современных пунктов весового контроля. Так, сотрудники ГИБДД и автодорожного надзора планируют следить за соблюдением новых правил перевозки крупногабаритных и тяжелых грузов. Они вступили в силу в Россию две недели назад. Теперь все, что доставляют самосвалы и фуры, классифицируют как делимые щебень, кирпичи или ящик с продуктами и неделимые материалы. К последним относят трансформаторы, сельскохозяйственную и строительную технику. Сейчас у нас не будет права выдавать разрешение на груз, если этот груз делимый. Это, конечно, касается перевозки инертных материалов. Если раньше перевозчик мог прийти и добросовестный перевозчик заплатить причиняемый ущерб дороге, он везет, допустим, 50 тонн, он за эти 10 тонн заплатит, то сейчас такого права нет. То есть он обязан этот груз разделить и везти, тот груз, соответственно, с теми документами, которые есть в соответствующей действии законодательства. По новому закону контролировать массу фур и самосвалов должны не только водители и владельцы транспортных компаний, а отныне это обязанность грузоотправителей, начальников торговых баз и складских комплексов. Если весы покажут, что машина тяжелее, чем надо, оштрафуют всех. И еще одно нововведение. Специальные разрешения на перевозку опасных грузов по областным трассам больше не выдают в муниципалитетах и в территориальном управлении автомобильных дорог. Теперь этим занимаются сотрудники Сибирского госавтонадзора. Мы проводим согласование маршрута, проверяем наличие транспортного средства в списке включения его транспортного средства в реестр категорированных объектов. И после этого, после уплаты госпошлины 1300 рублей, выдаем спецвозрешение сроком до одного года. Традиция, которую могут лишить. Сегодня в центре Новосибирска на пикет вышли люди с вениками и тазами. Люди возмущены идеей городских властей закрыть на реконструкцию единственную на три района общественную муниципальную баню и временно передать ее в частные руки. Что беспокоит собравшихся и почему они считают, что ремонт зданию не нужен, расскажет Александр Могилин. Мы любим свою баню, мы не хотим ее никому отдавать. Не хотим, чтобы за счет нас за последнее уже все наживался кто-то. Пусть они подумают как следует, что они делают. Опасения любителей попариться не беспочвены. Совсем скоро эту баню закроют на реконструкцию. Ее будет проводить не муниципальная, а частная компания. За свой счет. Взамен городские власти передадут заведение предпринимателям на несколько лет. Такой поворот событий не устраивает участников пикета. Все бани закрыли. Кропоткинскую закрыли. Федоровскую закрыли. Вот здесь я имею в виду. Последнюю баню хотят закрыть. Вот в этом округе. В эту баню не только люди ходят, которые здесь живут. По условиям консессионного соглашения после ремонта новые владельцы будут пускать льготников попариться только один день в неделю. Сейчас можно в любой из пяти рабочих дней. Пенсионеры уверены, их права ущемляют. Почему толстосумом все, а тем беднейшему населению, к которому относятся пенсионеры, значит, тем ничего, даже последнюю радостью людей, чтобы помыться в человеческих условиях, даже это готово. Сотрудники бани тоже недоумевают. Получили уведомление о сокращении через два месяца. И дело не только в том, что люди потеряют работу. Им непонятно, зачем вообще нужна глобальная реконструкция, да еще и от частной фирмы. Здесь два года назад был ремонт. Достойный ремонт. Мы на долгое время закрывались. Трещин каких-то таких или повреждений я не заметила. Но делалось все очень хорошо, и я знаю, что на это очень было большие средства потрачено. Единственное, что действительно нужно сделать – отремонтировать фасад здания и укрепить фундамент, считают участники пикета. Но нужно ли для этого закрывать баню и передавать ее кому-то? Любители попалица намерены защищать место своих встреч и отдыха до последнего. Концессионера, которому передадут баню, власти Новосибирска пока не нашли. И учреждение еще работает. Протестующие хотят использовать это время, чтобы убедить мэрию оставить все как есть. И не отдавать здание, пусть даже на время, в чужие руки. Александр Могилин, Василий Тополев, Новости ОТС. Затопленные подвалы, полуразрушенные стены и отсутствие вентиляции – такие факты фиксирует Новосибирская жилищная инспекция. С начала года по результатам проверок в суд передали уже более 200 материалов. Сегодня специалисты осмотрели несколько домов Ленинского района. Подробности в сюжете Алия Арзаевой. В подъездах вообще никогда не ремонтируют. Мы платим деньги, а ремонта никогда нет. Техничка, вот это только вот появилось, наверное, месяц. В аварийных домах на сегодняшний день проживают тысячи новосибирцев. Обрушивающиеся потолки, плесень на стенах, проблемы с канализацией – это только вершина айсберга. В каждом проверенном доме инспекция находит десятки нарушений. Это забор на арматуре, арматуре капельная течь. Это, наверное, холодная вода у нас? Да, это холодная вода. Нет, горячая. Горячая. Трубопровод горячего водоснабжения, значит, на воде. Жильцы винят в бездействии управляющей компании. Те же, в свою очередь, считают, что делают все возможное и предпочитают не замечать проблем. Проводы заизолированы, как бы все подготовлено к отопительному сезону. Каждый год производится ремонт. Ну и по канализации, то, что мы произвели ремонт. Если одни управляющие компании снимают с себя ответственность, то другие уверены, что состояние дома зависит от самих жильцов. Очень плохие жильцы. В основном квартиранты и засуры. Если не два раза в неделю, то это, слава богу, если один. Из канализации, ну я не знаю, как-то жильцы, наверное, сами должны быть покультурнее и вести себя попорядочнее. Вытаскиваем, пардон, тряпки, овощи, там это уже все отдыхает. На той неделе мы котят вытаскивали дохлых. Специалисты проверили уже тысячи домов, выдали сотни предписаний, часть материалов передали в суд. Но, как показывает опыт, чтобы лишить управляющую компанию лицензии, этого недостаточно. По крайней мере, пока таких случаев еще не было. Алия Арзаева, Кристина Махнюк, Алексей Погудин, Новости ОТС. Да будет газ. Жители Машкова несколько месяцев ждут, когда в их поселок придет голубое топливо. Потенциальные абоненты еще в прошлом году закупили дорогостоящие оборудования и подготовили свои дома по всем правилам. Но пока газовая труба служит не по назначению. Зинаида Миронова расскажет подробнее. Супруги Негрозовы купили котел, щечек и все необходимое для подключения газа еще в 2014-м. Даже пристроили дополнительное помещение к дому и переделали отопление. Сначала включение обещали в августе прошлого года. Потом мероприятие перенесли на ноябрь. Сегодня на дворе уже 2015-й, а газа нет. Вы уже оплатили все это? Все оплачено. Сколько у вас за врезку все это? Вот 87 тысяч. 87 тысяч, как я помню точно. В такой же ситуации больше 240 мошковских семей. Приготовили документы, сделали пристройки, закупили оборудование. Сроки гарантии, которые уже истекают. А значит, к моменту пуска газа документы могут не соответствовать. 87 тысяч где-то нам обошлось. И сейчас вот не знаем еще, сейчас пожарникам надо договор заключить. Там все это, еще это во сколько все обойдется. Еще примут ли у нас вот это со стекшими сроками гарантии, вот это все оборудование, как говорится, заменить опять на новое? Тянуть трубу в Машково начали еще в 2013 году. На сельских сходах и собраниях народ активно агитировали к подключению. Более тысячи человек принесли заявление. Четвертая часть заявителей уже готова к технологическому присоединению. В администрации поселка людям каждый раз называют разные даты этого долгожданного момента. Сети готовы, сданы в эксплуатацию. Сейчас вопрос подачи ГРС. Строидно-монтажные работы в завершающем состоянии. Со слов начальника участка СГС, Тюмень, Антонова, они уходят 15 сентября, закончатся общей строительной работой. Информация за подписью министра строительства ЖКХ Кима, значит, подача газа населению сентябрь месяц. Уже два года газовая труба в поселке служит не по назначению. У тех жителей, у которых труба проходит по двору, сушат на ней паласы и вешают цветочные горшки. А тем временем сроки подачи газа все отодвигаются. Пока дорогостоящее оборудование пылится в новенькой пристройке. Машковцы по-прежнему запасаются углем и дровами. Ведь сентябрь не за горами. Зинаида Миронова, Владимир Полосин. Новости ОТС. Оплатили ремонт, но не получили желаемого результата. В редакцию новостей ОТС обратились несколько новосибирских автобладельцев. Они остались недовольны качеством услуг одной из станций техобслуживания. В проблему погрузился Николай Сальников. Антон Коротков – активный пользователь известного автомобильного ресурса. Именно здесь он увидел рекламу СТО «Артсервис». Информация была весьма кстати, потому что наш герой как раз намеревался заменить двигатель и отремонтировать подвеску. В итоге выбор станции техобслуживания сделан, запчасти куплены, работа оплачена. Забрав машину из ремонта, стало ясно – гайки на колесах болтаются, кардан держится на честном слове. Однако чуть позже о себе дал знать брак уже под капотом. ГРМ разлохматился, его кусок оторвало уже и обмотало вокруг распредвала. Собственно, непонятные звуки сдавала мухта ГРМ. Два обводных ролика были просто-напросто не прикручены. То есть гайки на шпильках, которые держат эти ролики, крутились руками. То есть и они почти проели крышку ГРМ. То есть фактически держались на шпильке и пластиковой крышке ГРМ. Помимо прочего, горе-мастера, уверен автовладелец, установили масляный фильтр неизвестного происхождения и сломали три распредвала. В итоге многое пришлось переделывать уже на другом автосервисе. Цена вопроса – 30 тысяч рублей. При этом владелец фирмы «Бракодела» часть вины признал. Но лишь на словах. Давай там с чеками встретимся когда-нибудь. Сейчас денег нету. То есть по мере поступления что-нибудь я тебе когда-нибудь отдам. У меня такой подход делал совершенно неустойчивый. Однако Антоном список недовольных клиентов «Чудо СТО» не ограничивается. Сергей Соснин обратился на злополучный автосервис, чтобы заменить двигатель. В итоге сначала мотор поставили несоответствующей модификацией. А после недовольства хозяина машины двигатель заменили вообще на нерабочий. Он был установлен с нарушениями. Это не было несколько креплений винтов, особенно важных узлов – это коробки передач, системы ЕГР. Также было все измазано в герметике. И слитое масло было непонятно какой консистенции. Дергающийся двигатель со стуками и фонтанирующим маслом Сергей не устроил. И он потребовал вернуть назад свои без малого 60 тысяч рублей. Однако на сервисе выплатить деньги и снять нерабочий агрегат нецензурно отказались. А позже и вовсе выяснилось, что компании «Артсервис» как юридического лица не существует уже год, что подтверждает сайт Федеральной налоговой службы. Фактически нерадивые коммерсанты вели предпринимательскую деятельность незаконно. По словам экспертов, единой судебной практики по таким делам пока нет. Поэтому первым делом следует обратиться в полицию. Желательно обратиться в полицию сначала, потому что в ходе доследственной проверки сотрудники полиции будут брать объяснение у тех же самых работников станции. И соответственно будут установлены их персональные данные, кто они, что они, кто организатор вот этой станции. И соответственно к этим лицам уже предъявлять непосредственно иск о возмещении причиненного вреда. Мы связались по телефону с Александром, владельцем злополучного автосервиса. От комментариев он отказался, сославшись на то, что неделю назад продал бизнес и живет за городом. Сейчас недовольные клиенты готовят документы для обращения в правоохранительные и судебные органы. Николай Сальников, Василий Тополев, новости ОТС. И смотрите далее в нашем выпуске. Первый раз, когда ты не знаешь еще, есть определенная тревога. Потому что тебе кажется, что это какие-то такие особенные дети, с которыми надо как-то по-особенному общаться. Цель акции, идею зародить в обществе, что не мусорить, это модно. За 10 дней пребывания нормативы улучшаются порядка 40-50%. То есть на равнине где-то такого невозможно достичь. Спешат грузовики и фуры к нам в автогаз-аппаратуру. Пора ставить тахограф. Это не роскошь, а требования закона. Неделя, насыщенная событиями. 20 школьников заехали в реабилитационный лагерь для подростков, победивших онкологические заболевания. Как проводят время сильные дети и почему в лагере запрещено говорить о болезни, узнала Виктория Рыжих. Трельба из лука, театральный кружок и занятия по робототехнике. Программа дня для этих ребят расписана по минутам. Главная задача лагеря – побороть страх общения с незнакомыми детьми и просто вернуться в обычное детство. Каждый из них уже одержал в своей жизни самую важную победу, награда за которую – сама жизнь. Оля в лагере впервые. Говорит, очень нравятся вожатые, а еще любит настольные игры и участвует в театральной постановке. Мы ставим сценку сейчас. Мы там играем. Там у нас как сказка получается. И песни пели там. Диане 11 лет и она видит себя в спорте. Больше всего нравится играть в футбол. Мы в прошлом году играли очень хорошо в этом же лагере. В этой смене дети одни. В следующей участие примут 11 малышей от 4 до 6 лет. Уже с мамами. Еще здесь развивают сиблинг. Это когда ребенок приезжает не один, а с братом или сестрой. Занимаемся не только с ребятишками здесь и психологи, и врачи, и диетологи. Но и параллельно я сразу же направляю группу, работаем с родителями. Волонтеры сразу предупреждают о болезни с детьми не говорить. Весь смысл реабилитации – забыть тяжелое лечение и стать обычным ребенком – может пойти на смарку. В лагере преимущественно дети, у кого продолжительная ремиссия – 5-6 лет. Реабилитационный лагерь для детей, победивших онкологические заболевания, работает уже третий год подряд. Поскольку программа смен достаточно насыщенная, заезд длится не 21 день, как в обычном лагере, а только неделю. Все это время с ребятами работают волонтеры, которые прошли специальные обучающие тренинги. Василина – филолог по образованию, но уже три года помогает детям. Сначала как волонтер, потом стала сотрудником благотворительного фонда. Первый раз, когда ты не знаешь еще, есть определенная тревога. Потому что тебе кажется, что это какие-то такие особенные дети, с которыми надо как-то по-особенному общаться. Но со временем ты понимаешь, что все-таки это не так, это в первую очередь дети. И с ними нужно общаться просто как с детьми. Отличительная особенность всех игр этого лагеря – в них нет соперничества. Каждый выходит победителем. Также в смене прогулка на лошадях, встречи и катания с байкерами и школа журналистики. Виктория Рыжих, Евгений Агеев. Специально для новостей ОТС. «Надежда на жизнь» в Новосибирске проходит благотворительная акция, цель которой – обеспечить нуждающихся противопролежневыми матрасами. Подробнее Кристина Махнюк. Благотворительная акция «Надежда на жизнь» – это волонтерская помощь инвалидам первой группы. Собранные средства потратили на покупку специальных матрасов против пролежней. Мы обратились в администрацию кировскую для того, чтобы они могли помочь нам найти непосредственно людей, которым надо. Ну вот они нам предоставили одного человека. Мы подарим сегодня матрас. Первой стала Татьяна Ивановна Латченко – инвалид первой группы. Ее родственники узнали благотворительные акции в отделе соцзащиты и подали заявку на получение специального матраса для лежащих инвалидов. Мне как-то, когда оформляли меня на первую группу, мне сказали, что мне там и койка, и матрас, то я от этого отказалась. А потом я сказала, да, мне нужно это. Самостоятельно она ничего не может сделать. Поэтому я очень благодарна этой организации, которая осчастливила нас вот этим подарком. Общественники готовы помочь каждому инвалиду. Они уверены, ограниченных возможностей для таких людей не должно быть. В планах еще несколько акций, не только покупка матрасов. И к другим темам. Вместо свалки – зеленый уголок. Новосибирские экологи показали, как без особых затрат сделать чистоту и экологичность стандартом городской среды. Вместе с жителями общественники привели в порядок территорию одной из школ. За процессом наблюдала Елена Медведик. Павлик, Миша, Марина и Леночка – это именные деревья. Совсем скоро их посадят на место бывшей свалки. На благо всем окружающим. В экологическую приемную поступило заявление от жителей Ленинского района. Вот уже несколько лет недалеко от 86-й школы валяются кучи мусора. Его периодически убирают, затрачивая на это сотни тысяч рублей. Но снова и снова свалка возникает на том же самом месте, источая зловоние и портя внешний вид пришкольной территории. Сейчас на площадке Горсовета разрабатываются новые критерии городских стандартов. И экология как критерий для уровня и качества жизни населения очень нужна. Взаимодействие бизнеса, власти и общества дает такую возможность. Эту свалку общественники помогли устранить уже через два дня. Важным считают участие в акции местных жителей. Как правило, люди, когда сами жители местные принимают участие, сами с детьми приходят, высаживают деревья, они неравнодушны становятся. Цель акции – идею зародить в обществе, что не мусорить – это модно, и воспитать население. Мы сегодня видим, очень много детишек маленьких было. То есть они уже растут и они уже воспитаны, что так делать не надо, должно быть вот так. Я один раз видела бабушку из того же нового дома, просто так шла с двумя пакетами, туда вот так вот обросила. Мусор убрали быстро. На место бывшей свалки приехал КамАЗ, высыпал землю. Взяв руки лопаты, мужчины-активисты разровняли будущую зеленую зону и вырыли лунки. Для самых бессовестных нарушителей экологического порядка повесили объявление. Теперь штраф за брошенный мусор – 5000 рублей. Наконец, настал звездный момент детворы. Ребята вместе с помощниками бережно высадили свои деревца. Теперь по дороге в школу будут присматривать за своими зелеными питомцами. А теперь куда-то туда вот двигайся, туда двигайся и тоже ровно. Так, без особых затрат, общественники решили проблему отдельно взятого микрорайона. Свой опыт они планируют предложить рабочей группе при Горсовете, которая займется разработкой современных стандартов в комфортной городской среды Новосибирска. По их мнению, экологическая безопасность должна стать нормой для современного мегаполиса и заботой каждого жителя. Елена Медведик, Алексей Погодин, Новости ОТС. Остались без Еврокубка. Баскетбольный клуб Новосибирск не примет участия в новом турнире, организованном Международной Федерацией Баскетбола. Однако игроки уже вышли из отпуска и готовятся к новому сезону Суперлиги. Кристина Лата об изменениях в составе и настроениях внутри команды. После прошлого столь успешного сезона перед командой маячили радужные перспективы. Победа в Кубке России давала возможность на участие в европейском турнире, а чемпионство Суперлиги дарило надежду на попадание в Лигу ВТБ. Но этим планам так и не суждено было сбыться. Сразу по окончанию сезона Новосибирск подал заявку на участие в Единой Лиге ВТБ – турнире, где играют сильнейшие российские команды. Однако Лига сделала свой выбор в пользу грузинского клуба ВИТА. А как оказалось на днях, Новосибирск остался за бортом и нового европейского турнира. Международная Федерация Баскетбола дисквалифицировала РФБ. Запрет на участие в международных соревнованиях распространился не только на национальные сборные, но и клубы. Уже не секрет, всем известно, какая ситуация вообще происходит сейчас в РФБ. И, к сожалению, мы стали заложником этой ситуации. И вот тот шанс, который команда ждала 40 лет, так он мимо нас и прошел. Несмотря на нерадостные вести, на тренировки игроки в приподнятом настроении. Раз пока повышение в классе не предвидится, надо доказывать, что ты лучший в Суперлиге. В принципе, каждый год самый высокий быть в призерах, но желательно повторить такой же бизнес прошлогодний. Из чемпионского состава удалось сохранить в команде, пожалуй, главных форцов того успеха. Защитника Сергея Токарева, признанного самым ценным игроком сезона, и центрового Павла Подкользина, давно ставшего символом новосибирского баскетбола. Также переговоры ведутся с хорватским игроком Юрием Шкифичем. Заключить с ним контракт – одна из главных задач на сегодняшний момент. Так как у нас пока еще есть небольшие проблемы в позиции именно там 2-3, скажем, да может быть даже 1-2-3, то есть там Токарев, замены равноценно нет, но мы все-таки решили в первой половине начать теми силами, которые есть, и дать больше шансов именно нашим воспитанникам. Это помогало у Новиков и Макееву. Вместе с основным составом на площадке молодежь. Они попали сюда после летнего тренировочного лагеря, организованного клубом. Этим шансом молодые ребята воспользовались в полной мере. Теперь они тренируются наравне с опытными игроками. Никаких поблажек. Для меня, как для молодого игрока, это рост, конечно, что как в индивидуальном плане, по голове выше. То есть очень хороший опыт просто. Кроме молодежи, к команде присоединился Максим Захаров, в прошлом сезоне выступавший за команду Университет Югра. Но селекционная работа в клубе продолжается. Окончательный состав болельщики увидят лишь на старте чемпионата. Кристина Лата, Олег Сурков, Новость ОТС. Борьба в горах. Новосибирские спортсмены готовятся к новому сезону на Алтае. И тренеры вывели формулу, благодаря которой можно улучшить показатели атлета в несколько раз. Секрет юных борцов узнала Елена Щербакова. На старте. Внимание. Марш. И так каждое утро. Не просто зарядка, а бег в гору, закаливание в Катуни, привычный ковер заменили газоном. Такие сборы проходят на Алтае уже 12 раз. Тренеры уверены, на равнине таких результатов не достигнуть. Здесь очень большие возможности для роста детей. Вот сегодня мы принимали нормативы. Ежегодно мы так делаем. За 10 дней пребывания нормативы улучшаются порядка 40-50%. То есть на равнине где-то такого невозможно достичь. Все ребята занимаются борьбой не первый год. Сюда приглашают самых сильных спортсменов. Работают не только над физической подготовкой. Борьба не просто спорт. Это особое отношение к жизни. Добрее становятся люди. Мы их все равно воспитательную работу ведем, чтобы к старшим нормально относились, к младшим почитали. Ну и вот это самое. Ну вот как отец у нее всю жизнь говорил. Относись к другу, как к самому себе доброму придет. Будешь кривить душу, и такой кривой в три раза больше придет. Геннадий Санатович – главный наставник и одновременно гостеприимный хозяин. Юные спортсмены живут на его базе бесплатно. Тренер несколько десятилетий мечтал построить усадьбу на Алтае, чтобы здесь могли заниматься молодые борцы. Мечта сбылась. Ты что? Я не знаю, я не знаю. Сборы только начались. Борцы проведут здесь две недели. А уже в сентябре отправятся на соревнования. Елена Щербакова, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Новосибирская область заняла пятое место среди лучших регионов страны по развитию адаптивной физической культуры и спорта. Это на две строчки выше, чем в прошлом году. О том, какие условия создают для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, расскажет Кристина Берлизова. 22-летний Вячеслав Горностолев уже успел отдохнуть после долгого перелета из Лос-Анджелеса. Там проходили всемирные специальные игры для лиц с умственными отклонениями. Наш земляк стал чемпионом по пауэрлифтингу. Уверенно выиграл золото в трех упражнениях и в сумме троеборья. Новосибирцу покорились почти 390 килограммов. Впечатлений у чемпиона много и от победы, и от Лос-Анджелеса. Олимпиада проходила на высшем уровне. Нас встретили, разместили. Все было комфортно. Все посмотрели в Голливуде. Очень хорошо все понравилось. Вячеслав не единственный новосибирский спортсмен с особенностями развития, который представляет наш регион на соревнованиях самого высокого уровня. Велики шансы попасть на паралимпийские игры в Рио, наших парафехтовальщиков и плавчихи Ульяны Кузнецовой. Условия для тренировок спортсменов такой категории в Новосибирской области есть. Все спортивные объекты оборудованы для людей с ограниченными возможностями. Главное уже сделано. Создан Центр адаптивной физической культуры и спорта. Сегодня правительство администрации Новосибирской области уделяет этому аспекту большое внимание. И серьезные финансы мы в это дело вкладываем. И организация новых клубов адаптивной физической культуры и спорта на территории Новосибирской области и подготовка к соревнованиям, сборы тренировочные. Все это имеет место быть. И поэтому мы сегодня имеем достойное выступление наших спортсменов. Сейчас в Новосибирской области 15 центров адаптивной физической культуры и спорта. Задача, которая стоит перед новосибирскими властями – открывать по 4-5 таких центров в год. Кристина Берлизова, Александр Ведерников, Новости ОТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Вау! Невероятно! Норка от 50 тысяч и море бонусов. Подарочный сертификат, дисконтная карта, пойто и шапка в подарок. Супер лето в Истнова. Здравствуйте! Спонсор прогноза погоды – торговая марка «Сакура». «Сакура» – качество, дизайн, функциональность. Как ты это сделала? А это нет. В ближайшие дни по территории Новосибирской области пройдет центр циклона. В его тыловой части придет холодный арктический воздух. Похолодает. 7 августа по прогнозу западно-сибирского метеоагентства «Новосибирский» преимущественно без осадков. В конце дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный – 2,7 метра в секунду. Порыв до 13. Влажность 44%. Температура ночью плюс 10-12, днем плюс 23-25. В последующие двое суток ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха в субботу и воскресенье днем плюс 16-18. На этом о погоде все. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова